Да, и эту и другие темы сейчас давайте обсудим с известным российским кинокритиком, журналистом. Антон Долин присоединяется к эфиру «Фридома». Антон, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Антон, посмотрели мы только что этот сюжет о Варшавском театре беженцев. Режиссер этого спектакля говорит, что украинцам он должен придать сил и позволить им понять, насколько они уже сильны благодаря тому, что пришлось пережить за эти месяцы войны. Что вы думаете в целом о самой идее такого театра беженцев и о том, какие месседжи они несут еще и иностранным зрителям? Я ничего не могу сказать о месседжах, потому что месседж несут не артисты-беженцы, а, конечно же, авторы пьесы или режиссеры. И мне кажется, что в этом случае важен не столько статус беженца, сколько и талант, и персональный месседж, который в это вкладывают авторы. Актеры все-таки исполнители, а не авторы. Что касается самой идеи театра беженцев, я ее, конечно, горячо поддерживаю. Я знаю, что мой товарищ Иван Вырыпаев, собственно говоря, тоже в Польше, основал новую театральную кампанию или группу с участием беженцев, в частности, и из Украины, и из Беларуси, насколько я знаю. Им помогает, и они вместе тоже делают какие-то спектакли. То, что люди, потерявшие свои дома, свою привычную жизнь, в отношении своих близких в некоторых случаях, могут заниматься своей работой, а не менять область деятельности. В особенности, если работа творческая, если она помогает осмыслению произошедшей трагедии. Это, конечно, замечательно, правильно, справедливо. И, в общем, должен сказать, что так бывало во все времена. И очень хорошо, что в каких-то, в самом случае, странах, вот мы сейчас видим, что точно в Польше это происходит. Да, но не в родной России, если вы упомянули того же Ивана Вырыпаева, да? Вот заниматься своей работой, теперь такое в России. Иван давно житель Польши, и ясно, что с Россией ситуация обратная. Наоборот, люди, многие, которые могут себе это позволить, уезжают оттуда именно потому, что возможности этого свободного самовыражения там нет. В особенности, если люди хотят говорить об опыте войны. А опыт войны мы переживаем все, у всех он разный. И даже, понимаете, мирный гражданин, который живет где-нибудь в русской глубинке или во французской глубинке, где вот я сейчас по неким техническим причинам нахожусь, он тоже переживает сейчас войну. В кафе или в аптеке, услышав, например, твой акцент, узнав, откуда ты, тебя спрашивают, как ты, рассказывают, как они это переживают. Переживает это весь мир, уж точно вся Европа. Но кое-где, в частности в России и Беларуси, искусство не может даже говорить об этом опыте открыто, а может, в каких-то подпольных формах этим заниматься. Вы знаете, Антон, у нас в нашем эфире пару месяцев назад был журналист Радио Франции и телеканала «Дождь» Денис Катаев, тоже сейчас признан иноагентом и тоже был вынужден выехать из России. И в январе месяце, буквально за месяц до российского вторжения, он выступил с пацифистской речью на кинопремии «Золотой орел». Тогда он являлся соавтором сценария о Сергее Бондарчуке, фильм «Бондарчук батл». И вот в нашем эфире он вспоминал свои слова. Хочу их процитировать сейчас, которые он сказал тогда со сцены этой кинопремии. У нас в фильме произносят цитату Хичкока. «Люди снимают то, что вокруг, то, что видят в жизни. Если вы в Швейцарии, то это шоколад. Если в Голландии, то это мельницы. А если вы в России, то это война». Денис тогда призвал избавиться от этого образа. Скажите, что вы думаете о кино сейчас в России? Как много картин посвящено этой теме войны? И как много появится? К сожалению, этот ваш последний вопрос – это вопрос без ответа. Я, конечно, сейчас на него как-то отреагирую. Но, во-первых, все, что формулируется сейчас с использованием будущего времени, глаголов будущего времени, об этом говорить можно, ну, ткнув пальцем в небо. Понимаете? Война идет меньше года. Меньше, чем за год фильм сделать нельзя. Можно сделать документальную картину. И можно сделать, ну, наверное, какую-то пропагандистскую подделку такую. Ну, их я не знаю, не смотрю. Я в России не нахожусь и не живу с весны прошлой. То есть очень давно. О России экспертно я сейчас высказываться не могу. Но я знаю, что российское искусство и кино потерпело, хочется сказать, непоправимые потери. Может, они, конечно, и поправимые, но сейчас кажутся непоправимыми. Уехало огромное количество кинематографистов, актеров, сценаристов, режиссеров, продюсеров. Многие из них своими открытыми высказываниями порвали все возможные связи с нынешней властью, с нынешней Россией, пока не изменится. Причем радикально политический режим. Их возвращение в страну технически, наверное, возможно. А возвращение в строй в качестве авторов фильмов непредставимо. Фильмы о войне в России снимаются очень много и давно. На самом деле, последние 10 лет примерно. Большая часть самых обсуждаемых ярких фильмов, причем это касается отчасти даже авторского кино и уж точно касается коммерческого в России, именно о войне. Но о другой войне, о Великой Отечественной или о Второй мировой, то есть о прошлом, которое становится и убежищем от настоящего, от реальности, способом спрятаться. И, к сожалению, становится таким поводом для нынешней агрессии, потому что все эти слова про деноцификацию и прочее, они, конечно, отсылают к опыту, в том числе пропагандистскому, связанному с прошлым. То есть прошлое помогает, даже самое славное прошлое, пропущенное через пропагандистское сито, помогает вершить преступление в настоящем. Увы, это именно так. Ну, конечно, это не обо всех фильмах, а только о некоторых можно сказать. Другие преследуют какую-то обратную цель. В любом случае, кино, хорошее или плохое, сейчас ничего не может изменить. Сейчас даже и пропаганда, если она вдруг вся развернется, вряд ли что-то изменит. Сейчас только политическими или военными способами можно эту ситуацию обратить. Что касается кино, ну, ясно, что люди, которые открыто выразили свое отношение к войне как негативное, они им просто не дадут сейчас ничего снимать. Сегодня Министерство культуры, или вчера это было, огласили список приоритетных тем, на которые надо снимать кино. Там много о так называемой спецоперации. Ну, конечно, естественно, и понятно, в каком контексте они предполагаются и требуются говорить. Но я также не знаю, и только знаю о каких-то заявках, в основном от режиссеров не широко известных. Некоторые из них дебютанты, которые уже рады стараться и хотят снимать фильмы об этом. Для них это шанс, да, сейчас как-то выскочить? Конечно, конечно, но один был человек, относительно с именем, но имя у него не то, что очень славное, Сарик Андреасян, который и то высказался против диссидентов, но я не знаю, чтобы он снимал фильм сейчас о славных российских войсках в Украине, да, славных в кавычках. По-моему, и он даже не решается. То есть ни Михалков, ни там Шахназаров, назовите каких-то таких крупных кинорежиссеров, которые, ну, по идее, поддерживают Путина. Я не слышал, чтобы они сейчас снимали фильмы, воспевающие это все. Мне кажется, все ждут, когда война кончится. Все надеются, что она кончится быстро, и можно будет как-то спустить это на тормозах. И если снимать какие-то фильмы сейчас, то жанровые, какие-нибудь фильмы ужасов, приключенческие фильмы, мелодрамы, может быть, комедии. Я думаю, что если сейчас в России какое-то кино снимается, то такое. Но еще раз, я должен повторить, это важно. Я не живу сейчас в России, я не вовлечен в это глубоко. Я очень давно, задолго до войны, вышел из всех экспертных советов фонда кино и так далее, государственных. То есть я не очень в материале, я знаю об этом не больше, чем вы. Люди знакомые есть, но наши частные переписки, наверное, неэтично было бы сейчас даже без ссылки на имена оглашать. Но все в расселенности, если какую-то общую давать картину. Все в расселенности. Но все же есть люди, и до войны они считались людьми с именем, актеры. Тот же Машков, например, они снимались здесь, в Украине. Их можно было встретить и во Львове, и в Киеве. Постоянно у нас эти съемочные группы, и мы знали, что снимаются где-то здесь российские фильмы, сериалы. И сейчас эти люди активно занимают позицию войны и снимаются, где-то выходят, выступают на сценах, привлекают народ, пропагандируют за военную. Да, Дюжев тот же. Ну, можно назвать этих людей. Эти люди, они вообще понимают, что они становятся пособниками вот этой террористической операции, этой страшной войны кровопролитной. Я не могу поверить, что у них не было выбора. Или так может быть, что их просто вот как на заклад. Нет. Я с вами тут, конечно, полностью согласен. Выбор есть всегда. Если любой из них сказал бы, даже не сказал бы, прощайте навсегда. Больше мне с Россией не по пути, а просто сказал бы, я буду молчать. Хотя бы. Я не буду выступать. Я уверен, что это возможно. Есть люди, которые в России работают, но мы не слышали их выступлений в поддержку войны. Люди вполне с режимом ассоциирующиеся. Константин Хабенский, например. Или Федор Бондарчук. Я не видел и не слышал ни одного слова в поддержку войны от них. Или там Клим Шипенко, режиссер самого коммерчески успешного российского фильма на сегодняшний день. Фильма «Холоп». Одновременно с этим, наверное, слишком многим было бы ждать от них, что они выступят против. Потому что за этим могут быть какие-то санкции. Но, заметили, те, о кого вы говорите, это актеры. Это может показаться кощунственным. Я сразу за это прощу прощение. Но давайте к самому началу нашей беседы отмотаем. Вы спросили про театр беженцев. Я сказал, что актеры беженцы. Актер не высказывается сам. Актер говорит чужой текст. Если он говорит свой текст, он не актер. Он режиссер или сценарист. То есть он входит в другую зону компетенции. Правильно? Я понимаю, о чем вы говорите. Но вряд ли это будет каким-то оправданием для наших граждан. Я не оправдываю. Но просто люди, такие как Машков или Дюжев, они могут формировать какие-то смыслы для пропаганды. Хотя, согласитесь, есть основания подозревать, что они тоже не свой текст говорят. Они, может быть, с ним и согласны. Но насколько он свой, я не знаю. В основном это трансляции каких-то пропагандистских штампов, придуманных давно, за них сформулированных. Правильно? У меня есть абсолютная уверенность в том, что тот же Смолянинов, он говорит свой текст. Конечно. И он с этим живет спокойно и свободно. И совершенно в другом... Ну, спокойно не живет никто. Да, я понимаю. Да. А не те, кто против. Но, по крайней мере, в гармонии с собой, да. Да, да. Хочется верить. Вот. Артур, конечно, молодец. Но я сейчас не об этом, а о том, что актер – это актер. И актер, как минимум, не может в искусстве формировать эти смыслы. То есть, когда этот актер становится режиссером, сценаристом, драматургом – да. Но некоторые из этих людей, как, например, Машков, являются художественными руководителями, например, театров. И если это государственный театр, то человек становится не автором, а чиновником. То есть, человеком на зарплате у государства. И он с этим государством соглашается. Еще раз. Это не попытка оправдать, объяснить. Это просто констатация факта. Когда с вами говорит Машков, когда с вами говорит даже Михалков, глава Союза кинематографистов, Московского фестиваля, с вами не говорят актер и режиссер. Хотя они используют, безусловно, свою известность именно в этом качестве. С вами говорят государственные чиновники. Части вот того преступного аппарата, который сейчас совершает все, что он совершает в Украине. Поэтому можно рвать на себя волосы, можно плакать, можно рвать на части постеры с их лицем, которые у вас на стенах. Но не надо удивляться. Не надо так же и делать ложный вывод о том, что художественная элита в России поддерживает войну. Это государственная элита, чиновничья элита. Художественная элита – это те люди, которые создают по-настоящему популярные, важные произведения искусства. Какое важное произведение искусства создал за последние 10 лет Михалков? Даже все его фильмы последние просто проваливались в прокате. Главное его произведение на сегодняшний день – это его программа «Бесогон». Но я думаю, что даже самые лояльные люди не назовут это произведением искусства. Согласимся с этим? По-моему, это так. Большая часть известных мне деятелей искусства в России, произведения которых действительно влияют на массы, поделились на два лагеря. Либо эти люди открыты против войны, либо эти люди стараются молчать изо всех сил. Молчать или осторожничать. Все те, кто открыто поддержал войну из людей художественных профессий, по преимуществу занимают государственные должности и посты. И это важная деталь, которую неправильно забывать и не учитывать. Вы знаете, ну просто даже молчать опасно. Вот тот же фильм «Левиафан» Андрея Звягинцева и кинопродюсер Александр Ефимович Роднянский. Я читаю постоянно его пост и очень благодарен за то, что он пишет. Так он сегодня написал о том, что кто-то из, так сказать, коллег по цеху, написал на него донос какой-то в следственный комитет. То есть люди пытаются даже как-то использовать эту ситуацию. И некогда, может быть, действительно были какие-то отношения партнерские или рабочие. А сейчас люди вот так вот начинают съедать некогда прежних друзей. Да, это отвратительно. Здесь ничего невозможно сказать. Только добавлю, что проблема пушкинских, Моцарта и Сальери, пушкинских, потому что исторические Сальери никого Моцарта не отравлял. Это давно уже известно. Но пушкинские образы – это завистник и рядом с ним гений. К сожалению, эта проблема сальеризма только обострилась. И, может быть, дело и не в войне, не в спецоперации, не в должностях, а вот в этой профессиональной зависти, ненависти, для которой сейчас открыт зеленый свет. Сейчас вообще в России-то уж точно, и много где за ее пределами, дан зеленый свет самым низменным чувствам, самому мерзкому, что есть в человеке. И, к сожалению, очень многие в себе это не сдерживают. А скажите, вот мы говорим об элите творческой, о творцах, о режиссерах, об актерах. А если говорить о зрителе, что ему остается? Зрителю, думающему, который не смог уехать, он остался в России, может быть, закрылся в своей квартире, чтобы не попасть под эту мобилизацию. Зрителю, который не отпускает своих детей на вот эти разговоры о важном в школу или пытается своим детям рассказать другую, альтернативную, правдивую историю происходящего. Зрителю, интересующемуся. Зрителю, некогда действительно интересовавшемуся кино, о котором вы рассказывали, писали в своих рубриках, и в том числе на том «Островке свободы», как вы называли программу «Вечерний Ургант», где выходили и очень интересно рассказывали о кино. Что остается этим людям, когда у них сейчас, по сути, ну не знаю, наверное, выбор есть, что-то там в Ютубе доставать. И то, наверное, не всегда. Ведь это же все давлеет над ними. А страшно и невозможно жить в ситуации, когда ты не можешь быть свободен. Что остается этим людям, ждать? Ну, мы все ждем конца войны, правильно, к ним бы ни находились. Я думаю, они тоже. Этим людям остается интернет. Этим людям остается VPN. Этим людям остаются все еще возможные, хотя сейчас это кажется фантастикой, но это так, поездки из России в другие страны. Не обязательно эмиграция, но, может быть, поездка на какое-то время. Даже та же самая Турция, границы которой открыты, показывает фильмы без цензуры в кинотеатрах. Этим людям остается, если они до сих пор этого не сделали, срочно учить иностранные языки, учить этим языкам своих детей. Этим людям остается для их детей онлайн-образование, хотя я знаю, просто не буду их выдавать, чтобы не поставить под угрозу. Замечательные школы, которые не поддались этим разговорам о важном, которые не занимают. Да, есть такие, есть, спасибо за это администрации таких школ и педагогам. Есть внутреннее сопротивление и эти школы, и прокатчики, которым удается показать, может быть, старые фильмы, которые те же самые идеи свободы и демократии, сопротивления и тирании продвигают. Тем издателям, которые удается издавать такие книги, тем выставочным работникам музейным, которым удается проводить такие выставки. Все пользуются тем, что наша власть при всей жесткости ее цензуры абсолютно безграмотна и необразована. Они не умеют читать книжки больше, чем на 10 страниц, они не вслушиваются в слова, песен, они мало разбираются в этом все. И поэтому долгое время и не лезли. Сейчас, конечно, лезут, но не очень глубоко умеют залезть. Вот, это, наверное, на время так, но вот сейчас это так. И я думаю, что то, что в России, да простят меня украинские зрители, я знаю, многие из них со мной не согласятся, но я рад, что, несмотря на то, сколь многие мировые производители кино и прокачки отвернулись от России, не все отвернулись. Например, новейший фильм «Победитель Каннского фестиваля «Треугольник печали» шведский, он выходит в России в прокат. Например, замечательный фильм «Заговор в Каире» про политические битвы за власть в Египте, он вышел в российский прокат. Например, «Тори и Лакита», потрясающий душездирающий фильм «Братья Дарден» о беженцах, он вышел в российский прокат. Фильм это хороший и выходит. Это, конечно, маленькие фильмы для умного зрителя, для тонкого зрителя, для того самого зрителя, о котором говорите вы. И этот зритель меньше поражен в права, чем зритель популярный, которому теперь, вот я вспомню Новый год, год назад, вышли одновременно «Человек-паук-3» и пропагандистский спортивный блокбастер Алексея Сидорова, автора «Т-34», чемпион мира. Абсолютно пропагандистский, с положительными КГБшниками, про наших шахматистов, которые сражаются с шахматистом-предателем. Публика широкая выбрала «Человека-паука-3». Чемпион мира, хотя ему подыгрывали, да, это была нечестная игра. Он провалился в прокате. Ну, на него много людей пришло, но меньше, чем на голливудский фильм. Сейчас этого выбора нет. И большая публика, она больше поражена в правах. И у нее как раз выбор не так велик. Если люди хотят пойти в кино, они пойдут, с высокой вероятностью увидят там какую-то ерундистику. А люди, которые умеют читать критиков, которые интересуются тенденциями мирового кино, для которых вообще кино – это окошко в свободный мир. Их положение не так ужасно. Хотя, с другой стороны, многие из этих людей в большей степени подвержены рефлексии. Они просыпаются, засыпают в слезах каждый день. Я не призываю к какому-то сочувствию им, потому что сравнить их положение, как бы им ни было тяжело, с положением украинцев, которые просыпаются без света, без тепла, в разрушенных домах, у которых погибают близкие, которые живут вне дома. Ну, это вне конкуренции, не любого сравнения. Я считаю, важным это оговорить. Тем не менее, конечно, есть люди, желающие свободы, нежелающие войны. В России их огромное количество. И им очень часто тяжело. И я не знаю, какое кино может им быть поддержкой. Я и сам-то в кино не могу спастись, и спасти свою психику. После отъезда из России некоторое время вообще ничего смотреть не мог. С этим вообще сложно. Искусству сейчас приходится немножко отойти назад и уступить новостям. Мы все живем, читая новости. Если мы не способны и на них повлиять, и их изменить, эти новости, мы хотя бы их читаем с утра до ночи. Я читаю с утра до ночи. Это очень важно. Искусству менее важно. Но война закончится. И в осмыслении всего, что с нами произошло, искусство будет важнее новостей. Этот момент наступит. Просто он еще не произошел. Слушай, Антон, спасибо. Действительно, будем ждать. Будем ждать хороших новостей, которые сейчас в первую очередь формируются на фронте благодаря мужеству вооруженных сил Украины и мужеству наших людей. Спасибо. Антон Долин был в нашем эфире. Российский кинокритик и журналист. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова